Привет, меня зовут Акулхван, портал Swiftbook.ru. Сегодня мы с вами посмотрим, как мы можем применить анимацию вращения какой-либо вьюшки. В частности, мы посмотрим, как это можно реализовать на кнопке. Поехали! Итак, мы создаем новый проект, AS Application Single View Application. Назовем его Rotation Animation, Next и Create. Итак, мы с вами создали проект, идемте сразу в Main Storyboard. Здесь мы перетаскиваем сюда Button, размещаем ее по центру, удаляем содержимое. Давайте напишем Rotate Me, Enter. Давайте текст сделаем белым и фон сделаем синим. Вот такого цвета. Давайте текст сделаем покрупнее, скажем 30, Done. И выделяем кнопку Command равно, стала большой она у нас. Идем в Identity Inspector, давайте здесь добавим закругление. Layer Corner Radius. Здесь меняем с Boolean на Number и ставим 30. Теперь у нас будут закруглены углы у нашей кнопки. Так, ее еще немножко растянем, разместим по центру. Давайте зажимаем Ctrl, перетаскиваем, зажимаем Shift, Center, Center. Окей. И давайте также вот здесь отметим, что мы хотим зафиксировать размеры. Затем мы с вами должны еще сюда разместить парочку кнопок. Это будет кнопка Start. Еще будет одна кнопочка. Стоп. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно просто их зафиксировать. Зажимаем Ctrl, Center Horizontally. Затем перетаскиваем Ctrl, наводим на Rotate Me. И говорим, что мы хотим сохранить Vertical Spacing. Также давайте мы здесь отметим, что мы хотим Width Height тоже сохранить. Итак, что мы делаем с кнопкой Stop? Мы по сути делаем то же самое. А потом мы кнопку Stop наложим на кнопку Start. И вы увидите зачем. Мы также ведем вниз. Пишем, что мы хотим Center Horizontally. И также мы хотим отметить наше фиксированное расстояние от Vertical Spacing от Rotate Me. И давайте также мы отметим, что мы хотим сохранить нашу ширину и высоту. Затем мы эту кнопку перемещаем на Stop. Пишем Update Constraints. И наши кнопки теперь абсолютно совпадают. Запустим приложение и посмотрим, чтобы у нас все отображалось правильно. Итак, все у нас нормально отражается. Теперь зажимаем клавишу Option, нажимаем на View Controller. И здесь мы должны с вами создать несколько Outlet и Action. Давайте здесь освободим немного места. Нажмем на кнопку Rotate Me. Зажимаем Control. Перетаскиваем сюда. Мы хотим сделать Outlet. Rotate Button. Вот если сейчас у нас не получится взять Stop или Start, который нам нужен, мы можем сделать это отсюда. Давайте со Start начнем. Start Button Pressed. Action. Connect. Затем Stop. Button Pressed. Тоже Action. Но так как мы с вами хотим, чтобы одна кнопка пряталась, в то время как другая появлялась, мы должны также создать и Outlet. Start Button. И Stop Button. Итак, все. Мы закончили со Storyboard. Теперь мы работаем только здесь. Что мы с вами должны сделать? Помимо всего этого, мы также должны сюда ввести парочку свойств. Var Timer NS Timer. Это нам нужно будет для того, чтобы мы могли запускать нашу функцию по циклу. Затем, чтобы указать угловое перемещение, мы с вами должны создать переменную градус, который изначально имеет значение CGFloat. MPI деленное на 180. Вот так. То есть это, по сути, равно 1 градусу. Потому что, когда вы используете анимацию вращения, там все выражается в радианах. То есть вы не можете указать единицу и ждать, что это будет градус. Это будет 1 радиан. Вот MPI это число, по сути, π. То есть это сколько радиан содержится в 180 градусах. Соответственно, чтобы получить 1 градус, мы делим MPI на 180. Это будет такая часть радиана. Это и есть 1 градус. Что мы делаем дальше? Итак, когда у нас загружается наш главный экран, мы хотим сказать, что StartButtonHidden равно False. В то время как StopButtonHidden равно True. То есть, когда у нас загружается главный экран, мы хотим, чтобы кнопка Stop была спрятана, потому что она нам не нужна. А кнопка Start должна быть активна. Потом, когда мы нажимаем на кнопку Start, мы хотим, чтобы вот эти выражения поменялись местами. Что я имею в виду? Я хочу, чтобы Start кнопка спряталась, а кнопка Stop появилась. Затем, я хочу, чтобы мы воспользовались нашим таймером, чтобы мы могли запускать некую функцию, которой еще пока что нет. NSTimer. Scheduled TimerWithTimeInterval. Здесь мы указываем интервал. Раз во сколько секунд или сотых секунды мы должны запускать функцию. Мы хотим в две сотые. TargetSelf. То есть мы это используем в этом классе. Selector. Здесь мы должны указать название функции. UserInfoNealRepeatsTrue. То есть если у нас здесь будет No, вернее False, то у вашей функции она будет вызываться всего один раз. Затем, когда мы жмем на кнопку Stop, мы хотим с вами, чтобы наш таймер прекратил свое действие. Invalidate. Затем мы хотим, чтобы опять-таки вот эти две функции, они поменялись местами. Должно быть так. То есть у нас прячется, вернее появляется кнопка Start, кнопка Stop исчезает. Итак, теперь осталось нам разобраться с той функцией, которая запускает, по сути, механизм весь. Функция RotateButton. Несколько замысловато, но вращаем кнопку вращения. Вот так у нас называется. И здесь мы хотим использовать UIView, AnimationWithDuration. То есть мы хотим использовать вот эту функцию с опциями. Что у нас за функция? Мы хотим, чтобы она работала в течение 0,02 секунды. Никакого запаздывания мы не хотим, чтобы здесь было. Затем мы хотим сюда включить некоторые опции. Здесь мы можем использовать несколько опций, можем одну опцию. Если мы используем одну опцию, то мы можем так и оставить. Если будет несколько опций, то мы должны заключить это. Скобочки. Сейчас покажу. И у вас будет вот так все выглядеть. То есть сейчас он ругаться не будет. Соответственно, сюда можете писать еще одну опцию. С этим вроде понятно. Теперь, какие анимации мы с вами хотим сюда вместить? SelfRotationButtonTransformCGaFlineTransformMakeRotationSelfDegree. Итак, что это такое? То есть мы говорим о том, что мы хотим запустить анимацию вращения. А вращение на сколько? То мы указываем вот этот degree. То есть этот угол, который мы указали здесь. Изначально это просто 1 градус. Но вы скажете, наверное, как мы можем запустить эту функцию, если она у нас всегда, вот этот degree, равен 1 градусу. Так вот. Вся соль вот как раз в следующем. Здесь мы пишем finished. И вот здесь мы должны сказать, что наш degree каждый раз меняется на 1 градус. Плюс равно. И здесь мы также указываем CGFloat. Мы по сути переписываем то, что у нас указано в начале. MPI деленное на 180. Все, мы с вами сказали, что по завершению работы функции мы хотим, чтобы наш degree изменился. И наша функция вызовется второй раз уже здесь. Чтобы она вызвалась, мы должны вот этот RotateButton принести сюда. Все, мы с вами готовы запустить наш проект. Мы видим RotateButton, видим кнопку Start. Сюда у нас ничего не происходит. Мы нажимаем, видим скругленные края. Может быть даже лишка, можно было поменьше указать. Нажимаем Start. У нас начинается вращение. Мы жмем Stop. У нас останавливается. Нажимаем Start. Нажимаем Stop. Если мы не скажем, что вот этот timer invalidate, что у нас произойдет? Это будет выглядеть достаточно забавно. То есть мы нажимаем, у нас все продолжается. Нажимаем Stop. Ничего не происходит. Нажимаем Start. У нас начинается вращение еще быстрее. Стоп. Если мы сделаем так несколько раз, наше вращение начнет выходить из-под контроля. Явно такой анимации вы, наверное, не ждете. Итак, поэтому вот с этим, пожалуйста, если у вас вдруг выходит анимация из-под вашего контроля, она начинает происходить слишком быстро, знаете, вы где-то ее не останавливаете. То есть мы же хотим, чтобы эта функция не запускалась поверх существующей функции. То есть у нас, по сути, каждый раз происходит увеличение вот этого количества градусов за единицу времени. Изначально это один градус, и мы нажимаем два раза. Это уже два градуса, три, четыре и так далее. И в конце концов, вот этот пропеллер можно разогнать намного быстрее, чем, естественно, сейчас вы видите. На этом все. С вами был Акулов Иван. Портал Swiftbook.ru Нам важно ваше мнение. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте лайки и делайте репосты наших видео. Спасибо. Пока.